Всем здорова! В данном видео хочу поговорить про сериал «Грозовые ворота». Ну а перед тем, как мы начнём, не забываем подписаться на канал и бахнуть колокол. А сегодня у нас мини-сериал «Грозовые ворота» 2006 года. Сериал захватывает с первых же минут бодрые экшн-сцены, а также отличный актёрский состав. И да, ребята, этот сериал входит в топ-250 кинопроектов. Итак, давайте же узнаем их реальные имена, и какие они были тогда, в 2006 году, и какие они сейчас, в 2023 году. Ну что, погнали? Ну что, родонарод, погнали? Может, всё-таки стоило? Всё-таки поперёк сердца мне их использовать в тёмную. Понимаю. Начнём с талантливого актёра, который сыграл полковника. Номер один – Андрей Краско. В 2006 году ему было 48 лет. Увы, эта роль будет последней в его кинопроектах. Также, ребята, у меня на канале есть другие видео с ним. Актёр ушёл из жизни 4 июля в 2006 году. В возрасте – 48 лет. Подожди! О, слушайте, так сразу и не узнать. А ты чё тут делаешь? С вами хочу пойти. Куда? Сама знаешь. А здесь у нас Костя. Не знаю, кем он будет. Номер 2 – Иван Житков. В 2006 году ему было 23 года. Карьера стартует бодро. А вот после этого сериала предложение пойдёт одно за другим. На 2023 год продолжает сниматься. Сейчас Ивану 40 лет. Мать Кости, которая отлично отыграла свою роль. Номер 3 – Марина Могилевская. В 2006 году ей было 36 лет. Марина больше предпочитает сниматься в сериалах, таких как Кухня, Каменская и другие. Ну а в 2019 году и вовсе прекратила сниматься. Сейчас она воспитывает свою дочь. На 2023 год актрисе 53 года. Товарищи офицеры, по данным разведки, на территории соседней страны идёт активное формирование крупных банд боевиков для проведения масштабных боевых действий. Небольшая роль генерала. Номер 4 – Борис Щербаков. В 2006 году ему было 57 лет. В 1994 году получил народного артиста. Был ведущим «Доброе утро» на Первом канале. А вот первый раз увидел этого актёра в фильме «Хочу в тюрьму». А слава ему пришла после сериала «Солдаты». На 2023 год Борису Щербакову 73 года. Главный герой фильма – майор группы спецназа ГРУ. Номер 5 – Михаил Пореченков. В 2006 году ему было 37 лет, чего стоит его роль в сериале «Ликвидация», а также «Спецназ». Думаю, многие его первый раз увидели в сериале «Агент национальной безопасности». На 2023 год также продолжает сниматься. Сейчас актёру 54 года. Шах, который хотел убить Хабиба. Номер 6 – Вячеслав Разбегаев. В 2006 году ему был 41 год. У актёра всегда были главные ведущие роли. Популярные его фильмы «Качели» и «Экипаж» 2016 года. На 2023 год в производстве ещё две кинокартины. Сейчас актёру 57 лет. Ещё один главный персонаж, который переборщил с Водярой. Номер 7 – Анатолий Пашинин. В 2006 году ему было 28 лет. Печально, что такого прекрасного актёра уже никуда не зовут сниматься. А вот в поисках заработка работал грузчиком. Чистил снег и был разнорабочим. Сейчас актёр живёт за счёт своей жены. А также не будем забывать его кинопроекты, такие как «Мы из будущего», «Длинная доля» и другие. На 2023 год актёру 45 лет. Гляделся и понял, не валуны-то, а чурбаны по полям шарят, мины снимают. Ну я и лупанул по ним. Чего-то без сказки. Чтоб волосы лучше росли. Рядовой Горшков, друг Кости, плюсом знатно насолил дедушкам. Номер 8 – Евгений Потапенко. В 2006 году ему было 25 лет. Именно в этом сериале у него была главная роль, так как в других сериалах у актёра много второстепенных ролей. На 2023 год продолжает сниматься. Сейчас актёру 41 год. Трезвый за водкой. Слышали, как меня зовут? Так же, как и вас, Александра. А вы знаете, как меня зовут? Я вообще всё о вас знаю. Александра, работающая в магазине. Номер 9 – Елизавета Боярская. В 2006 году ей был 21 год. Карьера у актрисы на высоте. Чаще всего идут главные роли. А также засветилась в эпизодической роли в фильме «Бункер» 2004 года. На 2023 год продолжает сниматься. Сейчас актрисе 37 лет. А фамилия у меня слышал какая? Ну, слышал. Нормальная фамилия. Ланевский. Это сейчас нормальная. Когда карьеру начинал, плохая была фамилия. Дворянская. А, так ты у нас, значит, аристократ. Мало того, ещё генеральской ветви. Прибывший на помощь капитан Георгий. Номер 10 – Михаил Ефремов. В 2006 году ему было 43 года. Да, актёра ждало столько кинокартин, если б не та фатальная ошибка, то мог бы и дальше радовать своими кинокартинами. На 2023 год актёру 59 лет. Светка, реконсировка, ну ждите, мать вашу, дождётесь, когда вам всем голову поотрезают. За что тут головы класть? За тут долбанный аул? Так они же нашими головами футбол гонять будут! Старлей Панкратов, который пожертвовал собой. Номер 11 – Даниил Страхов. В 2006 году ему было 30 лет. До этого сериала также засветился в сериале «Бригада». Сейчас у актёра исключительно ведущие роли. На 2023 год Даниилу 47 лет. Ну чё, разбазарились? Ветров кто разрешил позицию оставить? Вообще на войне или как? Так, ты почему в шапке? Это под шлемик разрешается. Да? Да. Сержант Голдин. Эх взял и расстрелял своих же ребят. Номер 12 – Александр Лоя. В 2006 году ему было 23 года. Необычная фамилия досталась от его прадеда. Первый раз многие этого актёра увидели в Яралаше. Ну а далее, когда он уже стал постарше, он засветился в сериале «Некст» следующий – 2001 года. А вот год назад снялся в сериале «Зверобой». На 2023 год Александру 40 лет. Краткий итог. Спасибо Андрею Малюкову за такой бодрый мини-сериал. Да, и у главных героев показывать непростую судьбу. У всех она схожая. В общем, этот сериал рекомендуется к просмотру. Ну что ж, друзья, и на этом я завершаю своё видео. Оставляйте лайки, также ваши комменты. И да, не забываем сделать репост данного видео. Всем пока, друзья!